Датчики запаха в парках, умные, примерочные в торговых центрах, не раскакалки и роботы-суди на детских площадках. Все это разработки не профессиональных ученых, а обычных подростков, участников тематической смены «Лифт в будущее» от благотворительного фонда «Система» в детском центре «Океан». Почти три недели подростки из 30 регионов России знакомились с цифровыми технологиями и строили «Город будущего» под руководством экспертов МТС и ДВФУ. На нашей территории находится река, поэтому, учитывая рельеф и особенности нашего района, мы приняли решение построить гидроэлектростанцию, которая является оптимальной в нашей ситуации. Эксперты цифровой экосистемы МТС провели с ребятами серию практических занятий на тему «Умного города». Подростков познакомили с технологиями создания комфортной городской среды, инновационными IT-решениями. А полученные знания ребята применили при создании макета города, который они презентовали экспертному жюри. Отметим, что ландшафт у «Города будущего» схожи с Владивостоком. Мы затронули именно этот ландшафт, потому что горы можно использовать не только как жилой район. Мы в горы поместили много системы и логистики. Например, на верхушках наших гор стоят ветрогенераторы, и все сервера, что отвечают за электроподачу, находятся именно под горами. В реализации проекта были задействованы все участники смены. Кто-то занимался архитектурой города, цифровыми технологиями, логистикой, а кто-то – озеленением и освещением. Даже состоялись выборы мэра, ведь у каждого муниципалитета, пусть даже и виртуального, должен быть свой глава, который отвечает за состояние всех сфер жизнедеятельности города. Я собрал всех ребят, которые верили в меня. Мы продумали сначала образ, потом написали речь, отредактировали ее, и были выборы сразу. Я, когда ехал сюда, сразу думал, что если такая возможность будет, надо хотя бы попытаться обязательно. Жилые комплексы, парковки, детские и спортивные площадки, медклиники, торговые центры, вокзал. Ребята учли все, чтобы построить город будущего своими руками. Акцент школьники сделали на цифровые решения, экологию и доступность. Мне очень хотелось, чтобы дети как раз не ограничивали себя действующими реалиями, а фантазировали максимально про то, каким должен быть город, вот именно их мечты, в том городе, в котором им захочется жить. И уже сказала на защите, что отдельно спасибо команде, которая упомянула инклюзивность, я говорила им об этом. Равный доступ абсолютно для любого жителя – это важно и обязательно должно быть и в нашей с вами жизни, и, конечно, уже в городах будущего. Смена «Лифт в будущее» во Всероссийском детском центре «Океан» второй год подряд проходит в рамках одноименного флагманского проекта Благотворительного фонда «Система» и цифровой экосистемы МТС. Подростки могут изучить рынок профессий, получить ответы на все вопросы от профессионалов и освоить навыки проектной деятельности. Мы вместе с помощниками-архитекторами помогали детям сделать их город, тот город, который они себе представляют. Все, что вы увидели на макете, придумывали дети сами. У нас приезжали спикеры с различных компаний, которые давали им знания, необходимые для постройки, грамотной постройки города. Как делать дороги, как проектировать тротуары, как делать парки, как строить дома – это все им рассказывали специалисты своего дела. Так мы и увидели, о чем пришлось задуматься молодежи уже сегодня, чтобы жить в городе мечты завтра. Ведь именно будущему поколению строить новые города и делать наше завтра комфортным, экологичным и технологичным. Лим в будущее! Олег Завьялов, Анна Дьякова, Денис Вадеев. Новости на восьмом.